Здравствуйте, Ибрагим Ильясович. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. В Пятигорске проходит Всероссийский форум «Машук», и на нем, конечно же, принимают участие наши ребята. На этот раз он посвящен году педагога и наставника. Всероссийский форум «Машук» стартовал. Что вы можете сказать об его особенностях и чем он отличается от предыдущих, уже прошедших форумов? Следует обратить внимание на то, что форум «Машук» в этом году проходит в 14 раз. Из всех 14 раз мне, к моему счастью и удовольствию, удалось посетить в качестве участника, в качестве федерального эксперта, в качестве входящего в состав дирекции форума, в качестве лектора. Общее количество раз – пять. Действительно, форум «Машук» из года в год мы все наблюдаем, как он динамично продолжает развиваться. Следует обратить внимание на то, что в этом году основной тезис форума – это «Учим тех, кто учат». В данном контексте реализация образовательной программы и в целом организация и проведение самого форума организуется и проводится совместно с Федеральным центром знаний «Машук». Следует отметить, что и смены форума, и содержание форума, и содержание данных смен, они соответствуют основному тезису, который был озвучен мною. Ранее «Учим тех, кто учит». Первая смена форума «Машук» уже началась. Она идет с 12 по 19 августа 2023 года. Первая смена форума – детство. Следует обратить внимание на то, что в рамках первой смены будет реализовываться деятельность самого форума по нескольким направлениям. Это, конечно, мастерство, это талант учителя, это вдохновение. Следует отметить, что в рамках реализации как первой, так и второй смены форума, о которой мы поговорим чуть позже, активное участие принимает Общероссийское общественно-государственное движение «Детей и молодежи. Движение первых», которое запущено по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В Карачаево-Черкесской республике региональное отделение Российского движения «Детей и молодежи» по поручению главы Карачаева-Черкесии было открыто одним из первых из числа субъектов Российской Федерации и постоянно на сегодняшний день эффективно осуществляют свою деятельность. Вторая смена форума – это юность. Здесь делается больше упор на преподавательский состав среднепрофессиальных и высших образовательных учреждений Северказского федерального округа Российской Федерации. В этом году на форуме представлены без исключения все субъекты Российской Федерации. Количество участников форума превышает 2000 человек. И вторая смена, о которой мы с вами успели поговорить, будет длиться от 19 августа до 26 августа. Какие цели и задачи окажутся в этом году на «Машуке-2023»? Следует обратить внимание на то, что с учетом тех задач, которые поставлены перед Всероссийским форумом «Машук» как федеральной площадкой, и образовательная программа ей в полном объеме соответствует. И здесь, как мы уже с вами успели поговорить ранее, упор делается в первую очередь на тех, кто учит. То есть это учителя среднеобразовательных учреждений, школы, это преподавательский состав среднепрофессиональных и высших образовательных учреждений, это вожатые, это гиды, гиды-экскурсоводы, а помимо этого еще и руководители не только региональных отделений и районных, муниципальных отделений, но и ячеек российского движения детей и молодежи. Как наша республика была представлена на этом мероприятии? Что вы можете сказать об уровне подготовки нашей делегации? Спасибо за вопрос. Карачаево-Черкесская республика традиционно, ярко, красочно, эффективно представляет свою делегацию на всероссийском, уже всероссийском третий год подряд, форуме «Машук». Следует отметить, что в этом году, как и в прошлом, с учетом того, что на самом форуме принимают участие все субъекты Российской Федерации, в том числе и новые регионы, конечно, квота на регионы Северказского федерального округа, в том числе Карачаево-Черкесской республики, она значительно сокращена, потому что 89 субъектов, и, соответственно, как это было раньше, несколько лет назад, представлять делегации по 100-150 человек, ввиду озвученных высших обстоятельств, не представляется возможным. Но при этом следует отметить, что практически все ребята, которые поехали от Карачаева-Черкесской республики на первую и поедут на вторую смену, с своими проектными инициативами. С большинством из них была организована и проведена работа по направлению обучения социальному проектированию, по выяснению той поддержки, которую необходимо оказать в рамках реализации самого проекта, проектной инициативы. И те проекты, которые будут представляться на форуме из числа делегаций Карачаева-Черкесской республики, они, безусловно, интересные, они разносторонние, из совершенно разных отраслей. Это и сельское хозяйство, это и туризм, это и творчество, это и вдохновение, это и социальное предпринимательство. И, безусловно, каждая заявка, она проработана. Ребята действительно большие молодцы, как и всегда, показывают высокий уровень подготовки, высокий уровень ответственности к той задаче, которая перед ними возложена. Помимо этого, хочу обратить внимание на то, что Карачаева-Черкесская республика в шатре представляет свой стенд, на котором отражены туристские достопримечательности Карачаева-Черкесии, информационный стенд о нашем прекрасном субъекте Карачаева-Черкесской республики. Также, помимо этого, информацию о сфере государственной молодежной политики, в том числе и отражение того, что Карачаева-Черкесия получила федеральную премию «Прорыв года» от администрации президента Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи за лучшую динамику эффективности реализации государственной молодежной политики среди субъектов Российской Федерации. Также, помимо этого, там представлены те молодежные центры, объекты молодежной инфраструктуры, которые в этом, в следующем году, при поддержке главы Карачаева-Черкесии Рашида Борисповича Темрезова, будут начинать вести свою деятельность, уже оснащенные, с новым ремонтом, на территории различных муниципальных образований нашего региона. Сколько человек из нашей республики будут представлять свои проекты? Карачаево-Черкесскую республику в этом году представляет делегация в составе 20 человек. Как и практически состав делегации соответствует практически тому же количеству, которое где-то больше, где-то меньше представляют и другие субъекции Аркадского федерального округа. Но при этом здесь следует обратить внимание, что практически все участники из состава делегаций Карачаева-Черкесии, как мы уже с вами поговорили, представляют на защиту свои проектные инициативы. Безусловно, следует обратить внимание на проекты, направленные на поддержку молодежи, проживающих в сельских территориях. Один проект такой на форуме представлен. Следует обратить внимание на то, что Министерство по поручению главы Карачаева-Черкесской республики Рашида Борисповича Темрезова активно ведет свою работу по осуществлению деятельности, организации и проведения мероприятий, образовательных, форумных на территории, на сельских территориях нашего субъекта. Здесь хочу сказать по поводу того, что 26 августа, это уже в этом году, у нас в скором времени состоится первый республиканский фестиваль сельской молодежи, где также приглашены для участия представители Республики Дагестан, представители Ингушетии, а также, помимо этого, из Ставропольского края. Данное мероприятие, оно является первым, знаковым, интересным. И, конечно, здесь акцент мы делаем на поддержку и развитие сельской молодежи. И это и не единственная программа, которую мы в настоящее время по поручению Рашида Борисповича ведем в сельских территориях. Практически в каждом муниципальном районе уже в течение сентября месяца, уже в нескольких мы организовали и провели эти мероприятия, будет организована и реализована образовательная программа «Акселератор социальных проектов». Также, помимо этого, будут организованы и проведены спортивные мероприятия в сельских территориях совместно с Министерством спорта и физической культуры Карачаева-Черкесской республики и цикл большинства других мероприятий до конца этого года. Ибрагим Ильясович, скоро на территории нашей республики заработает Всероссийский форум «Махар». Скажите, насколько он стал популярным? «Махар» — это действительно показательная история именно с точки зрения эффективности реализации при поддержке Рашида Бориспиевича государственной молодежной политики на территории субъекта. В 2021 году форум был республиканским, в 2022 году форуму Федеральным агентствам по делам молодежи был присвоен статус окружного, а на 2023 год мы защитились как всероссийская площадка федеральная. В этом году на «Махаре» примут участие более 200 представителей из не менее чем 30 субъектов Российской Федерации. Следует обратить внимание на то, что трек, основное направление форума — это туризм, развитие внутреннего въездного туризма. И, конечно, это направление, оно для Карачаева-Черкесии относится к категории наиболее приоритетных, от него из наиболее приоритетных. И, конечно, те образовательные программы, площадки, которые будут организованы и проведены в рамках Всероссийского форума «Махар», они направлены на обсуждение актуальных тем необходимых, в том числе по поддержке и развитию молодежного студенческого туризма. Расскажите об отличительных особенностях от иных окружных и федеральных площадок форума «Махар». Значит, отличительная особенность — это основной трек. То есть мы выбрали якорный, основной, тот, который обладает высокой степенью актуальности для нашего субъекта, динамично развивающегося, Карачаева-Черкесской республики. Это трек туризм. И в рамках организации проведения самого форума примут участие представители федеральной структуры «Больше чем путешествия», которое создано по поручению президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина в целях популяризации и развития детского и молодежного туризма. Еще один вопрос, и это заключительный. Скажите, пожалуйста, чем нынешняя современная молодежь отличается? Вы являетесь ярким представителем ее. Я думаю, вам легко будет ответить на этот вопрос. Следует отметить, что в настоящее время на территории Российской Федерации, конечно, нашей малой родины, Карачаева-Черкесской республики, создается большое количество возможностей для молодежи. И, конечно, в палитре, в огромном количестве их, следует не упустить свой шанс, следует не упустить возможность. И, конечно, наша современная молодежь, она талантлива, она перспективна, она ответственно подходит к тем задачам, которые перед ней стоят. И здесь хочу завершить небольшим четверостишьем, посвящую, как раз таки адресую молодежи Карачаева-Черкесии. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь. Поэтому искренне желаю, чтобы мы все трудились, продолжали свой труд во благо гордой, динамично развивающейся, прекрасной Карачаева-Черкесской республики. Ибрагим Лясович, спасибо вам за позитивную и содержательную беседу. Желаю вам удачи в вашей работе, и чтобы наша молодежь всегда была на позитиве. Спасибо.